Хотя ЕСПЧ вынес решение в пользу Александра Стояногла, он не может подать заявку об оспаривании своего увольнения. Бывший генпрокурор получил лишь добро на компенсацию морального ущерба. Правда, она почти в шесть раз меньше суммы, которую запросили адвокаты. Государство обязали возместить ущерб в течение трех месяцев с даты, когда решение станет окончательным. В этом случае суд указал на то, что механизм приостановления деятельности не соответствует надлежащей правовой процедуре и подлежит пересмотру. Европейский суд постановил, что даже если отстранение высокопоставленного должностного лица в ранге генерального прокурора может быть нормой, в законодательстве в любом случае должны быть предусмотрены правовые механизмы, которые позволили бы получить доступ к суду. И Министерство юстиции в своей реакции пытается убедить, что лишь сейчас в закон были внесены изменения, а когда Стояногла отстранили от должности на время следствия, в законодательстве не была предусмотрена возможность обжалования в суде решения высшего сета прокуроров. Однако власти обращают внимание на то, что, ссылаясь на статью 13-й конвенции, Стояногла также пожаловался на отсутствие эффективного средства правовой защиты на национальном уровне, с помощью которого можно было бы оспорить его отстранению должности. Суд отклонил эту часть, и СПЧ присудил заявителю 3600 евро за аморальный ущерб, и отклонил требования заявителя относительно издержек, отмечается в пресс-релизе Минюста. С другой стороны, эксперты, имеющие опыт работы с судьями в СПЧ, отмечают, этот случай доказывает, что реформа правосудия стоит на месте. Как бы то ни было, это решение Европейского суда подробно показывает, как много всего предстоит сделать в нашей системе юстиции. И так реформа, о которой мы столько лет говорили, стала жизненно важной для Молдовы. Ситуация выглядит трагически в случае, когда даже генеральный прокурор не может найти защиту своих прав в своей стране. Что уж говорить о простых гражданах, как другие могут защитить свои права, если система не работоспособна. Центр правовых ресурсов опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост, в котором сообщается, что в закон, за который СПЧ осудил Молдову, уже внесены изменения. И единственное юридическое следствие этого решения – обязанность выплатить компенсацию в размере 3600 евро. При этом процедура не может быть выполнена задним числом.